Чистый образ Когда моей душе дано прозрение, когда светло струится благодать, Прими, Господь, мое благодарение и помоги, не растеряв, раздать. Я так жалею бедных и безгласных, я так жалею темных и скупых. Дай силы, Господи, в Твоих словах прекрасных согреть замученные души их. И вот сейчас, дорогие телезрители, перед вами будет выступать замечательный человек. Это профессор, доктор юридических наук, почетный работник высшего профессионального образования, председатель международного общественного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии, и так далее, и так далее, много титулов. И известный общественный деятель, конечно, православный человек, Михаил Николаевич Кузнецов. Михаил Николаевич, здравствуйте. Мир вам. Очень рады видеть в нашей студии такого человека, как вы. Регалий у вас много, я даже не перечислила, сколькими орденами и наградами вы награждены. И от Русской Православной Церкви, и от зарубежной, по-моему, и, разумеется, военной награды. Вот давайте поговорим сначала о вас. Вы принесли замечательные, старинные, я уже теперь сказала, старинные фотографии, потому что, как вы сказали, да это все уже знают, юбилей ваш отметили почти на всю страну, 70-летие. И вот такой вот Суворовец. Это какой год? Ну, этот уже Суворовец не только что принятый. Это, видимо, уже пятый класс, наверное, или шестой. Может быть, пятый, скорее. Вот закалка-то Суворовская в вас чувствуется. Какое Суворовское училище и как вы туда попали? Я поступил и окончил с золотой медалью Тульское Суворовское военное училище. Оно существует по сей день? К сожалению, мой выпуск был последний. Потом Хрущев сократил нашу армию на миллион 840 тысяч, и в том числе попало под сокращение наше училище. У нас в классе было 4 золотых медалиста. Блестяще все поступили в высшее учебное заведение, кто не пошел в армию. Я пошел в Институт международных отношений. Многие физико-технические, инженерно-физические, математические, механические институты. Все блестяще окончили и хорошо устроились в жизни с пользой для народа, семьи, детей и для общества. Я очень благодарен своим училищу, которое вывело нас всех в люди. Всех без исключения, подчеркиваю. У нас рота была 79 человек. Все без исключения. Много остались офицерами, генералами. Я пошел по дипломатической стезе, а потом преподавателем стал. Ну тогда к вашей дипломатической стезе. Почему вы выбрали именно юридическое поприще? Меня тянуло с детства просто к праву. Я читал много, было много литературы у нас в училище. Прекрасная библиотека была, все журналы выписывали. Я сначала хотел быть хирургом, стал заниматься на пианино, чтобы руки развивать. Потом понял, что хорошим хирургом я вряд ли смогу стать. Хотел стать акиноологом. Тоже очень много читал про это поприще. А потом у меня был старший товарищ, который уже окончил Суворовское, который поступил в Институт международных отношений. Он говорит, ты должен сюда идти, у нас здесь правильное направление будет. И я пошел туда. Будучи золотым медалистом, мы тогда сдавали пять экзаменов. Пять экзаменов, да. Все сдали, она отлично. Был зачисленный, получил без выбора. А так вот приемная комиссия назначила мне индонезийский язык. Индонезийский? В качестве основного, да. Ну, английский, как второй, естественно. Вот. И сразу же уже на третьем курсе я был востребован на работу переводчиком в Индонезию. Провел там год переводчиком. Вот. Подучил, естественно, разговорный. Много песен выучил индонезийских. Это очень хорошо для языка. Потом приехал и закончил Институт международных отношений. Уже плюс к тому еще с французским и немецким языком. А из какой вы семьи? Почему вы попали в Суворовское училище? Я из семьи самый простой, из крестьян. Вот здесь дед мой. Вот он, он показан. Старинная фотография. Давайте покажем, да. Ну, потом, может быть, да. Посмотрите. Я из крестьян, но мой отец, крестьянский сын, он был кадровым офицером. Вот, кадровым офицером. Принял первую же бомбежку на себя. Мы жили под Минском. Вот. И погиб в 41-м году. Так что я сам из дальних крестьян, но из ближних офицеров. Это ваша мамочка, да? Это моя мама, да. Мама Людмила Семеновна. Она воспитатель, педагог по образованию. Вот, вложила всю душу, подняла троих детей. Вот, я младше, еще два старших. Вот, всю войну выдержала и после, так сказать. Десять лет назад скончалась. Царство Небесное. Да. Досталось. А вера православная у вас от семьи? От семьи. А как же в Суворовском училище, ничего? Во-первых, я не чувствовал там никакого запрета, честно скажу. Но крещен я был, к сожалению или к правде, в 41 год. О! В 41 год, да. Вот. Но война когда мне была 9 месяцев, когда там крестить еще? Ну, не успели меня крестить. Вот. Так что вот... А без веры, без Бога сегодня, да и тогда, вообще-то... И всегда. И всегда. И всегда. Михаил Николаевич, вот я знаю вас много лет, вы всегда на передовой, как бы в защите русского народа, русских интересов, нашей Родины. Вот такая бескомпромиссность. Ведь говорят, закон – это дышло, куда повернешь, туда вышло, да, юристы. А вы такой человек прямолинейный, я бы сказала. Это откуда у вас? Из Суворовского училища? Думаю, что да. Основные качества характера складываются в детстве, в юности, в отрочестве. Ну, говорят, что задатки еще раньше, но реально, вот когда общество и настрой семейный, бытовой, общественный, школьный, в моем случае настрой военного Суворовского училища, конечно, это сформировало меня. Почти все поступили больные, беззубые, голодные, грязные, холодные. Война прошла еще, жизнь после войны еще не лучше наладилась пока что. Ну, вот всех собрала нас Родина, назначила нам вот этого офицера, майора Николаева, воспитателя, старшину Федулова, который в войну тоже прошел, как и Николаев. И всех он поставил на ноги, всех вывел, всех научил любить историю, любить литературу, любить искусство, любить математику, любить, вообще любить жизнь окружающую, в которой мы вот Богом помещены на определенный период. Я очень благодарен им, и сейчас старшина Федулов, ему уже за 80 давно, мы его навещаем, помогаем, чем можем. Слава Богу, уже в Туле. О, еще уже в Туле. Поздравляем по всем праздникам его, надо сказать. Жаль, что нет Суворовского училища там, но все равно остались Тверское, Московское пока еще. Я всегда отличаю мужчин, которые учились либо в мужских гимназиях и школах, еще остались такие, были такие, да? Да, есть. И вот есть еще, да. В спецшколы есть. Да, да, мужские. И также вот Суворовские и Нахимовские училища. То есть вот особая мужская выправка в совместном образовании, по-моему, большой изъян, что мальчики немножко, ну, не совсем. Согласен с вами, да. Мужчина. Я все-таки за разделье. Некоторые начала, свои духовные такие вот ориентиры, он должен, конечно, отдельно. И отношение к женщине. Отдельно воспитываться должен, отдельно. Мы приглашали девчонок из подшефной нашей школы, восьмой города Тулы. Они к нам приходили, и мы к ним на вечера ходили. У нас были балы под духовой оркестр. Очень хорошо. Прекрасно, да. А оркестр свой? Свой, да. У нас, нет, не среди нас, а был профессиональный оркестр, три училища. И мы учили, у нас был урок танцев. Мы все бальные танцы, вот основные, которые известны, включая мазурку, фигурный вальс, там и другие, под Докрас, под Испань. Мы все их танцевали. Вот и выправка, и благородство. И потом вы... У нас профессиональная балерина нас обучала. Профессиональная. Можно позавидовать, Михаил Николаевич. И вот вы стали юристом, адвокатом. Конечно, адвокатом быть – это хорошо, это Богу угодно. А все-таки суды наши немножечко такие жесткие, я бы сказала. И трудно в наше время справедливость найти или нет. Все-таки вы ее отстаиваете, и бывает так, что справедливость побеждает. Мягко выражаетесь. Справедливости трудно найти вообще везде. Это лукавство, что там где-то на Западе есть какая-то справедливость в этом деле. Ну вот возьмите, вот фотографию принес из самой старой газеты Европы. Которую читают все короли, все премьер-министры. Она называется «Берлинские тиденде». Это датская газета. Но здесь я как раз вышел из тюрьмы, из гадской тюрьмы, от Милошевича, где я был его адвокатом. Вы были адвокатом Милошевича. Правильнее сказать, я был его юридическим консультантом на самом важном ответственном периоде, когда его только арестовали. Он сразу меня попросил, и я приезжал к нему в тюрьму в Белград. Белград, и потом, когда его перевели, его выкрали. Его выкрали английские спецслужбы. Он мне рассказывал, как на самолете его увезли. И потом вот я с ним в тюрьме разговаривал два с половиной часа. И как раз вся концепция, как себя вести и что делать, это вот то, что мы с ним вместе выработали. То есть не брать адвоката, потому что адвокат там, в этих условиях, будет означать, что он признает законность суда. Но законность суда нельзя признавать. Почему? Потому что он создан незаконным органом, Советом Безопасности. В пакете других каких-то мелких вопросов. И голосовался в ООН, кстати, Лавров наш министр, тогда был представителем там. Он голосовал тоже за создание ГАГского трибунала по Югославии. Вот, к сожалению. И брать там адвокат официально, значит, ты признаешь легитимность вот этого. Он со мной согласился. И потом сказал, что адвокат вам здесь ничего не делает. Ваше дело политическое, вы же понимаете, что они посадили вас не для того, чтобы завтра выпустить. Да, говорит, я прекрасно это понимаю. Вот, и мы с ним, я, во-первых, ему на пяти листах написал основные документы, на которые он должен опираться в международном правовом плане. Потому что я там не сидел внутри. Ну да. Мы только вот встречались с ним, как бы один на один, правда, полицейский сидел, который понимал и английский, и сербский, и русский. Ну, мы говорили по-английски с ним, потому что он по-русски плохо говорит, а говорил, понимал-то все, но говорил он хуже, потому что мы говорили на английском языке. Вот. И это вот одна адвоката. Вот вам справедливость западная. Вот она, понимаете? Взяли, отравили человека. Взяли, просто убрали. Потому что аргументов нет, а выходить с проигрышем суд не может тоже, потому что он создан был на деньги американцев в основном, но для того, чтобы именно посадить сербов. А другая адвокатская стезя здесь у нас внутри. Ну, здесь это целая, это сказать, поэма, можно рассказать. Сейчас ситуация такая, что практически все кодексы, которые приняты были после того, как прекратили существование кодексы Российской Федерации до реформенного, то есть до перестроечного, они сейчас, эти кодексы, очень сильно изменены. Это народ должен знать. Сейчас что делает Дума государственная? Она в пятницу, когда мало депутатов, когда нет времени, они штампуют поправки к кодексам. К такой-то статье поправка, к такой-то статье, к этой статье, понимаете? И сейчас наши кодексы, которые вначале, можно было сказать, что они были более-менее нормальные, то есть защищали, давали право на защиту, сейчас они настолько обрезали возможность защиты, незаконно подвергнутого уголовному преследованию, или, так сказать, тому, кто находится незаконно, так сказать, сейчас хозяйственные дела не переплетены и с уголовными другими, что адвокату жутко тяжело вообще бороться, потому что принцип, который раньше был, даже в советское время, принцип справедливости, принцип отыскания истины, наследствия, он сейчас упразднён. И когда вы говорите, вы же, это же не соответствует истине, истина другая, вам следователь, так сказать, не под запись, а говорит, а где вы увидели в кодексе слова истина? Я не обязан истину устанавливать. Ну, народ-то думает, что суд и правосудие устанавливают истину. Поэтому, говорит, мне нечего скрывать, я всё скажу и я говорю. Так он, когда он говорит, следователя не интересует, правда это или нет. Его интересует только обвинительный уклон, он не отвечает ни за что. Ни за что сегодня следователь не отвечает. Ни за что судья не отвечает, понимаете? И суд тоже не устанавливает истину. Он, как правило, переписывает то, что сделал следователь, а чаще всего просто кассету дают ему, и он там слово в слово в приговор. Поэтому сейчас работать очень сложно. То есть надо настолько быть, во-первых, надо в команде работать. Во-вторых, загнать в угол правосудие. Заставить его дико сложно, но можно всё-таки. И вот когда мы защищали, скажем, ну, у нас, правда, проигрышных-то дел нет, потому что вот Сахаровский центр, мы алтарников защищали, так. Суд их, как бы, оправдал, не нашёл в них действий никаких. Что и не было никаких действий, потому что преступления осуществили те, кто устраивал эту выставку, осторожная религия. Кощунственную. Кощунственную, да. Там длящиеся было преступления. Там со всех концов писали в протоколе. Прокуратура, люди, остановите, вы посмотрите, что происходит. И вот дошли до пика, когда алтарники пошли и, значит, там восстановили порядок. Но на них подали в суд. Мы их защищали и выиграли, слава Богу. Ну, много случаев, когда священников нам приходилось защищать. А что, священников тоже судят? Да вот, например, отец Андрей из Тверской области, так, грудью встал на защиту семьи и детей. Потому что сплошь цыгане наркотизировали всю молодёжь. И Третий канал показал отца Андрея на фоне кладбища. Он говорит, посмотрите могилы. 15 лет, 14 лет, 12 лет девочка умерла, 16 лет. Всё от наркотиков, говорю. Милиция, прокуратура, ФСБ, все ничего не делают. Вот он призвал. А почему, говорит, потому что судьи освобождают пойманных за руку цыган, за деньги. И тогда в 5 судей подали на него в суд, что он клеветник, что он такой-сякой. И вот мы с Сергеем Петровичем Штином, руководителем нашего адвокатского образования, вы его знаете, просто блестящий юрист, блестящий адвокат, и высочайшего, он верующий глубоко, конечно, высочайший. Мы его отбили буквально, у Фемиды, чтобы сняли с отца Андрея. Отца Андрея, так сказать, вот... Да, Сергей Петрович Штин даже, по-моему, рискует жизнь. Вот когда в Тарусе было, помните, да? В Тарусе у нас было дело, которое... Он там вообще очень даже заболел тяжело. И больной 39 градусов, температура даже под 40. И мы выполняли свой долг. Вообще у нас много таких дел, которые, как называют они, безденежные. Наоборот, мы сами даже... Вот, например, против секты Муна, вот первый орден Сергия Радонежского, это за то, что мы защищали семьи, защищали матерей, отцов от вот этой тоталитарной секты, которая затягивала свою сеть. А разве она не запрещена у нас? Она потом после нас как раз и была запрещена, когда мы... Но вы сделали великое дело. Мы лично сделали, да. И мы даже давали деньги матерям, чтобы они смогли приехать на суд. Из Караганды, как она приедет, нет денег. Или там из Петербурга, или еще оттуда. То есть вот мы добились такого результата, что впоследствии прокуратура сразу же, не сразу после нашего суда, но очень скоро запретила эту тоталитарную секту. И вот здесь есть... Но это вам поклон, Михаил Николаевич. А вот вы председатель Международного трибунала по преступлениям НАТО против Югославии. Это что такое объяснительно? Это действующий общественный форум, можно сказать, орган, который был создан 23 мая 1999 года Четвертым Чрезвычайным Всеславянским собором здесь, в Москве. Мне поручили создать на этом съезде, это поручение съезда было, создать трибунал, потому что начали бомбить Югославию. Ну да, помню. И все, аллилуйя, так сказать, все бёзы сербы, злые сербы и бедные, так сказать, остальные. А сербы никому не угрожали никогда, никого там не резали, все это чушь, понимаете. Я очень хорошо вник в эту проблему. И сейчас они сами на Западе признают, что они ошиблись, но... Ошиблись. Вот мы создали этот трибунал. Туда вошли юристы, военные, дипломаты, историки, так сказать, разных уровней. 17 стран. И мы разобрали, мы взяли за основу такой же трибунал, текст его, который был создан для осуждения нацистских военных преступников, Нюрнбергский трибунал, да? Вот. И там немножко я подправил, добавив туда преступления, там три преступления против мира, военные преступления против человечности. А мы ещё добавили экологические преступления, потому что Югославию бомбили обеднённым ураном. Там вся она сейчас засеяна этими мелкими бомбочками, которые радиацию дают. Ужасно. Ну, и доказано это всё на документах. И очень большую помощь нам оказали, как ни странно, значит, американские наши коллеги, правозащитники, канадские, немцы. Вот заместитель мой один, он адмирал, начальник военно-морской контрразведки Германии, ФФРГ был. Он мой заместитель как раз, и сам вёл эти тоже вместе со мной трибуналы, когда я там писал документы, резолюции, он очень активно учал. Эльмар Шмеллинг. Он вообще на Западе считается таким образцом интеллигента, не сдавшегося, не продавшегося глобалистам. Потом он хайер-рэнкинг был офицер, у него потрясающая информация обо всём, контрразведкой. Он в НАТО работал, естественно, как будучи пока что. Он выступил против расширения НАТО на восток, он выступил против обострения, против направления немецких войск под всякими предлогами. Он такую нормальную позицию занимал. И его ещё четыре генерала, как говорят, не только у нас наказывают, у них там тоже берут их и вышивают, чтобы они не мешали вот этому агрессивному курсу. У них тоже это есть, понимаете? Ну а как же. И вот он, Рамзей Кларк, например, бывший генеральный прокурор США, он тоже у нас бумагами своими участвовал. Потом сам он в Америке создал. Я ездил туда, выступал у него. Он свой по осуждению американской агрессии против Югославии. Большой, мощный трибунал создал. Министр юстиции был, тире, генеральный прокурор. У них соединено. У них там. Вот. Замечательный человек. Если об адвокатской деятельности ещё говорить, то сейчас происходит вообще страшная картина, наблюдается. Мы недавно только что завершили один судебный процесс в Краснодаре. Сейчас начался там второй процесс. Эти процессы заказные против фермера, например. Фермер, который всю жизнь растит зерно, пшеницу, в основном рис. Знает это дело, любит. Уже в годах инвалид второй группы. Шесть тысяч гектар имеет. И вот высоконачальство положило глаз на эти чернозёмы. Ну да. Нанимает госструктуру, которая... Как госструктуру? Да, вот так вот. Самую настоящую госструктуру. И начинает, значит, вчинять вот эти вот подставных через махинациями всякими, извращая правду и истину, потому что никто не хочет истину, и закон не обязывает истину. Заводят уголовное дело, что он якобы там получил незаконно субсидии. Значит, положили глаз, не дают работать, завели уголовное дело. Ну, таких десятки случаев. Просто десятки. Вот сейчас одно уголовное дело против руководителя банка. Тоже русский мужик, который помогал крестьянским, фермерским хозяйствам, давал кредиты. Потому что в сельском хозяйстве без кредитов невозможно. Он давал, чтобы они выставили, забрали урожай. Значит, его реализовали, сдали в элеватор. Дали работу людям, так сказать, и как следует. И вот таких, которые, так сказать, радеют о земле, заводят уголовное дело, сажают в зиндан, держат без суда и следствия. Следствие формально идет, но на самом деле расчищают дорогу другим. А по большому счету здесь натиск идет. Сейчас у нас ведь промышленности практически у русского народа отняли. Отняли здравоохранение, отняли образование, отняли медицинское обслуживание, отняли социальную сферу. Потому что это убожество то, что происходит. А теперь сейчас отнимают землю. И вот в Краснодарском крае идет планомерное вытеснение русских хлебопашцев, которые там, ну, десятки, сотни лет на своей земле были. Родовые земли, конечно. Да, и захватывают другие. Захватывают другие, не буду называть, чтобы, так сказать, не будоражить никого. Значит, лишить всего, в том числе и земли. Скоро воздуха. Михаил Николаевич, мы благодарим вас, что вы есть и что вы как-то защищаете. Мы стоим насмерть в любом судебном процессе и даже до судебного процесса. Мы не как-то защищаем. Мы защищаем очень качественно, глубоко, всесторонне. И пока, слава Богу, Господь нам помогает. Мы не имеем... И будет впредь помогать. Вот я смотрю, здесь вы есть в стихаре. Вот вы в стихаре, крестный ход, да? Да. Я прихожанин храма Михаила Архангела, что в Тропарево. Вот у нас там... В Тропарево? Да. Знаю этот храм, замечательный. Да, у нас там чудесный батюшка, отец Георгий. И он воспитал плеяду молодых батюшек, которые моложе его, да. Он от начала там, он с 88-го года. С 88-го года. Но я туда в храм приходил, когда там еще электропила стояла. А вы живете там недалеко? Я живу во Внуково, но я приезжаю туда. Ну да, потому что... Каждое воскресенье. Потому что ваш храм Михаила Архангела, вашего покровителя. Очень люблю этот храм. Вот здесь крестный ход очередной. Ну вы в стихаре, вы что, там еще и читаете псалтирь? Пока не доверяют, но, может быть, заслужу. Заслужите, конечно. И каждое воскресенье вы наслужите? Обязательно. И, конечно, вы венчанный, да? Да, да, конечно. С супругой ваша замечательная. Я ее знаю, помню. А это как раз отец Георгий, наш настоятель. И вы самый активный прихожанин рядышком. Ну так я не рискнул бы так сказать, что я уж каюсь, грешный, опаздываю на службы. Но, тем не менее, каждое воскресенье, как и положено православному человеку, вы в храме. С 88-го года я туда все время хожу. Михаил Николаевич, вот вы принесли такие замечательные, такие умные и большие книги. Называются они очень, тоже умно, нравственные императивы в праве, образовании, культуре и науке. Это тоже, конечно, связано с православием. Это учебник, который вы написали. Вы же преподаете, да? Да, я преподаю в двух местах. Это сборник критических замечаний, критических, иногда сделанные по запросу, в том числе патриархии. Например, вот некоторые юридические казусы Патриархия не может решить. Минюст не может решить. Министерство иностранного дела не может решить. И тогда его святейшество поручает это дело международных связей, а он поручает нам, мне и Понкину. И вот мы даем заключение. Например, католическая церковь встала перед неразрешимым фактом, когда Европейский суд по правам человека по иску финской гражданки, проживающей в Риме, вынес решение запретить всю христианскую символику во всех школах на территории Италии. Но они в ужас пришли, потому что там уже тысячу лет, как дышишь, так и выдыхаешь. Они туда-сюда, но решение надо выполнять. Берлускони за голову схватился. Папа Римский его просит, у тебя там друзья есть в России? Да попроси их, пускай помогут нам в правовом плане. И вот мне, Игорю Владиславовичу Понкину, было поручено разработать правовую позицию, чтобы повернуть решение Европейского суда по правам человека. Мы это сделали. То же самое два года назад примерно. Болгарская православная церковь, там раскольники захватили 104 объекта. И Европейский суд по правам человека встал на их защиту. Но раскольники есть в любой церкви. Быстро собрано было совещание всех православных церквей в Софии. И нас сюда опять бросили вот с Понкиным помогать. Мы, конечно, горды и рады за это, да? Но юридическая служба там, во всех наших православных церквях, не на должном уровне, поэтому они все время просят Россию. Просят патриарха. Ну, правда, в этом случае президент Парванов просил нашего президента. Он же... Вот такая вот ситуация. Вот эти сложные вопросы международного характера... В этих учебниках тоже здесь. Это учебники? Но в основном это... Нет, это сборник статей, рецензий, анализа. И вот это? Да, это два года назад. А это вот только что вышло. Буквально вот еще никто в руках его не держал. Я принес специально. Давайте подержу в руках. Вот это нужная вещь для воспитателей, для педагогов, для ученых. И для всех граждан тоже, да. Для семейных людей. Там разобраны, потому что почему, значит, вот отход от православия недопустим. Почему секты? Там по сектам очень много. Понимаете? Вот этим мы занимаемся, как адвокаты. Дай вам Бог здоровья. Спасибо, Господи. Но, к сожалению, наше время уже истекает передача. Вы очень интересный собеседник. И дай Бог вам на вашем поприще побед, как можно больше побед. И надеюсь, что закон Божий будет над законом человеческим. Храни Господь. Всего доброго. Благодарим вас, дорогие телезрители, что вы были с нами. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok